МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Да, мне, конечно, приходилось сталкиваться с такими проблемами. Только вопрос в том, что раньше это была для меня проблема, а сейчас проблема не является, потому что мои товарищи научили меня относиться к этому скептически. То есть я теперь не считаю нужным расстраиваться из-за чьего-то мнения, из-за тех людей, которые не представляют для меня авторитет определенный. А товарищи мужчины? Да, естественно, соотрядники наши. Ну, а вообще считаете как? Пол в вашей работе очень важен? Ну, естественно, пол важен. То есть, да, это работа все-таки мужская, но нет никакой работы, которую бы не смогла выполнять женщина. Тем более, хотелось бы сказать тем мужчинам, которые вот так любят кричать, что вот, женщины-водолазы быть не могут, как будто у них хлеб забирают. Как бы мы живем, понимаем, что в мирное время, относительно мирное. И думаю, что если беда придет, да, в нашу страну, не дай бог, какая-нибудь, и все мужчины будут заняты, сами знаете, где никто не откажется, если среди женщин окажутся специалисты, которые смогут выполнять определенные водолазные работы, либо обучать людей, которые смогут это делать. Ну, и я, насколько я знаю, что несколько лет назад вы участвовали в конкурсе, в международном армейском конкурсе «Глубина» и даже возглавляли команду, российскую сборную. Да, такое дело было. Это как раз мы приехали на первую глубину, которая прошла вот в 2016 году. И, да, я представляла в первую очередь тюменскую нашу команду, то есть наша всероссийская команда состояла из тюменцев и севастопольцев. Ну и как вот быть капитаном практически мужской сборной, женщине? Ну, капитаном быть легко, когда это твоя команда. То есть в первый раз было, естественно, тяжело, потому что это были другие люди, а все последующие годы мы ездили только своей командой исключительно. И там сплошная поддержка и единый коллектив, поэтому ничего сложного нет. Ну, если тюменцы-то вам все знакомы, а с севастопольцами пришлось доказывать свой авторитет? Ну, там вопрос такой вообще не стоял. То есть мы делали общее дело, это были первые соревнования, никто не знал, что там будет. И мы вместе учились там преодолевать. Капитан же, он решает определенные задачи. Это не то, что он ходит, бьет себя в грудь, говорит, что я главный здесь. Он просто решает определенные задачи, которые не может решить никто другой в команде. Ну, и насколько я знаю, по-моему, тогда же был такой курьезный случай, что вам пришлось отказаться от соревнований, то есть от прямого участия, только потому, что среди команд соперников были иранцы, а им было запрещено смотреть на посторонних женщин, да? Да, то есть была такая проблема. Меня даже удивил подход организаторов, то есть товарищ офицер ко мне подходит, говорят, извините, но мы выжданы уже день на вас попросить не участвовать. Но это все было понятно, потому что вопрос политический, как бы это военные соревнования, кругом одни офицеры, то есть расстраиваться не приходилось, потому что было кем заменить меня. Но последующие соревнования, все российские, вот меня допускали, то есть без проблем, проблем не возникало. И никто там не ставит под вопрос, женщина ты не женщина, главное, что у тебя есть допуск, что есть навыки, ты умеешь и выполняешь. А какие еще курьезные случаи своей практики вы можете вспомнить? Да, ну случаев было очень много и смешных, и не очень. Один из самых первых, наверное, когда мы в 2015 году только обучались на водолазов, у нас происходили практические спуски на Андреевском озере. И вот у нас один из водолазов ушел, получается, под воду, работает, работает. Ну, нужно было найти предметы какие-то, поиск предметов, а там очень захламленное дно. И он по связи передает, что нашел какой-то древний купол, как будто, то есть колокол, такой колокол, говорит, это стопудово от церкви какой-то, мы все такие, вау, это круто, потому что мы никогда с этим не сталкивались, тут под водой, стопудово это что-то древнее. Вот, и он копал-копал руками, потому что ничего, никаких инструментов не было, пошел следующий человек, копал-копал, вытаскивает точно, подтверждает колокол, начинает вытаскивать, вытащили, оказалось, что это старая советская мусорка такая вот продолговатая. Вот, такие ситуации бывают. А коллеги, вот мужчина, насколько я уже успела заметить, общаясь с вами, воспринимает вас не просто как товарища, но и старшего товарища. Они знают, что вы можете справиться с любой проблемой, начиная от технических каких-то неисправностей до проблем во время погружения. Были ли какие-то опасные моменты? Вот вы рассказали сейчас про курьезные, а опасные моменты случались с вами? Ну, опасные моменты, конечно, бывали, но про них, наверное, рассказывать нельзя, потому что у меня мама не отпустит потом в экспедицию никогда больше. Вот, ну, надо сказать, что все опасные ситуации возникают в основном тогда, когда ты нарушаешь единые правила. То есть тут правила, которые приняты на уровне нашей страны, да, которые писали с кровью и нарушать которые нельзя. Вот, и чаще всего все ситуации, которые по статистике читаешь в сводках, ну, по флотам, по водолазным этим отчетам каким-то, вот, и все происходит из-за нарушения техник безопасности, либо некачественная рабочая проверка снаряжения, либо, там, обеспечивающий водолаз неправильно что-то выполнил, свои функции какие-то, вот. Но у нас так все плохо не было, конечно. Бывали какие-то мелкие, там, отказы, там, еще что-то, но это все устраняется путем тренировок, предотвращается все это дело, профилактика. Вот вы сказали про родителей, и сразу следующий вопрос. Как родители вообще отнеслись к тому, что вы пошли в эту профессию, и как вот относятся к тому, что вы участвуете вот в этих рискованных экспедициях? Ну, родители, конечно, боятся, переживают, но, как бы, я вот всей этой деятельностью занимаюсь 14 лет, то есть, там, всякие экстремальные виды спорта, и они всегда поддерживали, то есть, крепя сердце, они отпускали, то есть, они пытались всегда дать то, чего не было у них, собственно. Они поддерживали материально, морально, там, всячески помогали. Вот, и у меня была всегда возможность реализовывать свои амбиции, чего не было у них, собственно, за что им большое спасибо, а без них бы, собственно, ничего не получилось. А родители у вас чем занимаются? Ну, папа у меня авиатехник, мама массажист, профессионал из своего дела. То есть, ничего общего с вашей профессией нет? Да, то есть, до того, как у нас в клубе объявили набор в это направление, я, как бы, даже и думать не думала про водолазное дело. А в какой клуб вы ходили? Клуб Барсовый на Парижске клуб. То есть, вы сами были курсантом этого клуба, а когда выпустились, то стали и инструктором этого клуба? Ну да, у нас, то есть, преемственность поколений, то есть, у нас все, кто долго занимается, кто связывает свою жизнь с клубом, они в будущем начинают тренировать подрастающие поколения. Вот, открываются новые горизонты развития, и каждый берет себе направление, которое ему интересно. Так же и у меня произошло с водолазным направлением. Своих детей в будущем планируете тоже? Ну, как бы, я могу сейчас все, что угодно говорить, что я планирую, вдруг я буду такая мамочка сумасшедшая, которая будет бояться там. Ну, вообще, конечно, бы хотелось, потому что это всестороннее развитие, не только какие-то определенные навыки, это работа в коллективе и так далее, и тому подобное. Ну, давайте перейдем конкретно к водолазанию. У водолазов есть свой сленг? Да, сленг есть, то есть, там нельзя просто так взять и сказать, что ты будешь плавать. Я сразу точно говорю, знаешь, что плавает. Ну, я не приверженец вот таких вот традиций, мне вообще без разницы. То есть, как говорят наши курсанты, я тоже иногда специально нарушаю вот эту терминологию, чтобы позлить старичку. Вот мне это нравится делать иногда. Ну, а еще какие, например, слова не употребляются? Если не плавать, то как? Погружаться, то есть ты погружаешься, да. Если не всплываешь, то поднимаешься. Ну, это тоже все, кто как говорит. Есть, допустим, мэтры водолазного дела, которым тоже без разницы. То есть заморачивается только тот, кто хочет это делать. Это так же, как кричать, что женщины не могут быть водолазом и так далее. Ну, и я знаю, что под водой водолазы тоже общаются. И там есть свой жестовый язык. Вот, например, всплываем, как будет? Как это можно сказать под водой? Да, ну, жестовый язык, он в основном применяется, да, у дайверов. То есть, там поднимаемся, просто палец вверх поднимаешь, то это поднимаемся, значит. А вообще водолазы общаются, то есть разные способы общения есть. То есть, конечно, это связь. В шлем встроено, да, в оборудование. То есть это телефонная связь самая. Самая надежная, которая необходима при выполнении определенных работ. Либо же по сигнальному концу. То есть веревка, которая привязывается к водолазу, который выполняет определенные работы. И методам подергивания. То есть есть схема, определенные сигналы, которые должен знать в идеале каждый водолаз. Вот. Например, так еще. Катя, а дайвинг и водолазание, это вообще разные вещи? Да, это вещи разные. Собственно, принято считать, что дайвинг – это развлечение, то есть рекреационный отдых. Но суши такие дайверы и такие направления дайвинга, которые заткнут за пояс любого водолаза. Вот. Как бы там водолазы не кричали многие, что дайвинг – это все ерунда. Дайвинг очень помогает в водолазном деле в будущем. Если, допустим, ты постепенно начнешь усваивать, то есть можно позаниматься дайвингом, чтобы понять, что ты доверяешь воде, ты доверяешь своему оборудованию, снаряжению, и сам в себе уверен, ты можешь дальше понять, что ты хочешь заниматься водолазным делом. То есть одно вытекает из другого. Да, водолазное дело все-таки – это профессия. То есть чтобы стать водолазом, нужно получить профессию, определенными рядами навыков обладать, умениями. И, собственно говоря, ты устраиваешься на работу и работаешь. У нас в Тюмени можно выучиться на водолазание, где-то серьезно, чтобы потом работать, получать профессию. Вы учились здесь или вы куда-то выезжали из Тюмени? Да, все ребята из нашего отряда, в том числе я, учились здесь у нас. Мы проводим обучение совместно с колледжем водного транспорта. Раньше он назывался теперь колледж транспортных технологий и сервисов. С 2015 года у нас совместная подготовка осуществляется. Проходят занятия здесь. То есть сначала у нас курсанты получают теоретическую подготовку, проходят там основы водолазной медицины, там тактико-технические характеристики, организацию водолазных спусков, сдают потом экзамен, получают допуск к погружению в бассейне, отрабатывают в бассейне, сдают опять зачет. Потом погружение на открытой воде, отработка всяких элементов, а потом уже квалификационный экзамен. После экзамена, кто сдал, естественно, получают сертификат, о том, что он водолаз четвертого или пятого разряда, которые у нас обучаются. После этого им еще выдают личные книжки водолаза и личные медицинские книжки. И все, и отправляются работать. Как долго длится обучение? Обучение длится 3 месяца, если говорим о четвертом разряде. На пятый чуть поменьше. А куда у нас водолазы в Тюмени могут устроиться работать? Это спасатели, наверное, да? Да, то есть в Тюмени небольшой разбег по местам, куда можно устроиться, да, работают спасателями в Тюменской областной службе экстренного реагирования, уезжают в другие города работать промышленными водолазами, уезжают на флот. То есть у нас есть ребята, которые служат на флоте, которые работают спасателями, которые обычные водолазы на предприятиях. То есть ребята могут отучиться еще до армии? Мы так и делаем. Мы отправляем ребят на флот, но если говорить о срочной службе, никто им не даст реализовывать себя как водолаза. То есть со срочниками водолазным делом никто заниматься не будет. Но если они подпишут контракт, то все пути открыты, конечно. И эти навыки им пригодятся, и корочки, и все. Вы же, насколько я знаю, педагог по профессии и сейчас этим, собственно говоря, занимаетесь, да? Да, вторая специальность моя – это организация работы с молодежью, собственно говоря, да, по этой специальности я работаю. Где вы занимаетесь и кто к вам приходит учиться? Тренировки все у нас проходят на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» на геообразоведчиков 6А. Приходят заниматься к нам школьники, студенты, работающая молодежь, то есть, грубо говоря, от 14 до бесконечности лет. Сейчас мы ненадолго прервемся, вернемся в студию через несколько минут.